Практическая психология Отличная тема Когда стихи пришли в твою жизнь? Почти сразу мама рассказывает про первые рифмы в районе 4 лет Это что-то было совсем примитивное, типа котлеты, штиблеты Но более серьезно это все случилось лет в 12 В таком подростковом периоде Ну конечно, ни за что не угадаешь, что послужило спусковым механизмом Ну я думаю, что, наверное, первая любовь Конечно, да, это была первая любовь, первые такие вот стихи о безответной любви То есть а мама вот та чуткая женщина, которая, понимая, что хорошо получается у дочки от котлет приходить к штиблетам И она приняла решение, что как-то надо развивать это все Ну вообще нет, не так Мама чуткая женщина, мама все очень, на мой взгляд, очень грамотно меня воспитывала То есть не ограничивая совершенно Не было со мной никаких проблем ни в каком периоде Ей не требовалось Она мне просто позволяла быть Живой? Да, тем и реализовать себя там, где мне это интересно А вот как вы это нащупывали с ней, пока ты была подростком? Что вот это тебе интересно? Не с ней, это же были мы подростковые периоды, это 90-е Соответственно, папа вообще на Дальнем Востоке служит, дослуживается там до каких-то выслуг, чтобы получить какую-то пенсию военную То есть получается, ты дочка военная? Да, да, да И вы до этого, прежде чем осесть в Нижнем Новгороде, вы долго путешествовали? Ну их папу отправили туда по распределению после училища военного Мама за ним Там появилась я, а потом папа остался, а мне пора в школу Так бывает с детьми в 7-летнем возрасте Бывает Да, и они меня вернули под Нижний Новгород, небольшой городок Дзержинск, и всё И у мамы 90-е, мама там пытается в Москве продавать пуховики, как-то крутиться-вертеться То есть, а я всё, я в школу, там бабушка, дедушка приглядывают То есть ещё и родители где-то там далеко-далеко, а ты при всём при этом умудряешься стихи складывать Это позже Смотри, это у нас первый класс, это 7 лет, ну если так вкратце, да, о становлении У мамы что-то получается в эти 90-е, финансовый достаток появляется Она меня переводит уже в Нижний Новгород, в частную школу, это как раз мне 12 лет Вот там-то всё и получается Так, учитель русского литературы, да? Ну конечно, да, это вот великий человек в моей жизни Встретились, гениальный педагог, но без лишней скромности Наталья Максимовна Квасюк, это именно до сих пор в литературе Такой условный шифр, когда я говорю, что я учница Квасюк, там сразу Ну всё, это всё, Квасюк, да Вот это вот как раз про то, что в жизни люди к нам, да, приходят те, которые нужны Конечно, ну для меня это действительно, ну краеугольное было событие Встреча вот с Натальей Максимовной Если бы её не случилось, ну неизвестно по какой траектории бы всё пошло А вот, кстати, про траекторию, да? Когда поняла, что будешь совсем сначала и не поэтом? Давайте по-другому, да, тебе отвечу методом от обратного В 30 лет у меня был вообще, ну у всех там свои какие-то, да, у нас у женщин рубежи, да и у мужчин тоже, да, есть такие вот переломные какие-то цифры возрастные Меня всю жизнь крыло 30-летием Ну всё, я не знаю почему, у кого-то 40, да, ну чаще, у меня 30, я считала, что всё, после 30 детство заканчивается И вот в 30 лет, да, снова я вернулась к поэзии уже совершенно серьёзно Тут и декретный отпуск, и свободное время, и соцсети получили своё развитие, это 4, да, 5 лет назад Там ВКонтакте, Инстаграм у нас появляется в России То есть ты сидишь в декрете, по сути, с ребёнком, он спит, а ты пост выложила, а оно раз и разлетелось И разлетелось Два, это, знаешь, такой камушек брошенный и пошло, пошло, пошло И смотришь круги, да, как А так, конечно, я всё это забросила, но это вот было в подростковом периоде, ну до 24-х это так вот во мне было Ну, у нас же не было такого, да, ну поправь меня, если я не права Просто, например, одноклассница, да, она говорила, вот вырасту и буду поэтом, да А учитель ей всегда говорила, а у нас это не профессия Ну и есть, да, и такое до сих пор, да, конечно И вот я почему и говорю, что вот в подростковом возрасте о любви, о вселенной, о каких-то своих чувствах Но ведь школу-то заканчиваешь и понимаешь, что она поэта нигде не учит, и ты идёшь, получаешь какую профессию? Я закончила факультет международных отношений, то, что у меня крен гуманитарный было понятно сразу Поэтому я тут тоже сюда нет, сюда нет, но пророчили филфак Но языки иностранные, английский, немецкий, турецкий, плюс там гуманитарные науки, история Вот меня это заманило, и я пошла, плюс я путешествовать всегда любила А там и стажировки, в Берлине у нас там месяц мы жили, колоссальный опыт, интересный То есть пошла, чтобы узнать мир на вкус? Ну да, чтобы куда-то пойти, надо же куда-то пойти, вот и... Вроде золотая медаль, то есть, ну, хочешь сюда, хочешь сюда, талантливый человек, талантлив во всём Как бы это было негромко, да, и не очень скромно с моей стороны Но ситуация была именно такая же, ну, вот выбрала международные отношения И всё, и поэзия тут уже как бы, ну, знаешь, так ушла на второй план, третий Тут уже карьера, да, там, первые серьёзные отношения построили, ну, вот именно по карьере, да, там всё И всё, и тут ничего... То есть какой-то был период, когда... Вообще не писала стихи, да, в шесть или четыре года, пять возьмём в среднем, почти примерно пять лет Но в это время зато прямо углубилась во что, вот в какую сферу своей жизни? Ай, это... тра-та-та-та, я тут путешествовала, я попутешествовала Я успела пожить в Стамбуле, пожить в Берлине, в Крыму, провела полтора года своей жизни Потом вернулась в Нижний Новгород, и... ну, так получилось У меня было немножко разбитое такое внутреннее состояние, раз уж мы о жизни Да Между нами девочками И сидела я, не то чтобы рыдала, знаешь, но такой какой-то был период внутренней такой тишины Мама на меня смотрела, смотрела, говорит, ну, что ты, говорит, вот сиди, иди вон, поработай А у меня была знакомая подруга, директор автосалона Говорит, иди вон, Наташа, ну, поделай что-нибудь И я пошла менеджером по продаже автомобилей Так И была успешнейшим продавцом И продавала, продавала, продавала Это опять про то, что, да, таланты-то они никуда не деваются Да, 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 конечно За что бы ты ни взялась, у тебя всё получается Я в 12-м году стала лучшим менеджером по России По автосалонам Мазда делали срез такой вот всероссийский Потрясающе Это была бы, эта работа была, ну, любимейшая Выездные тест-драйвы по всей области Какие-то постоянные презентации, тусовки Творческая работа была И безумно хорошо оплачиваемая Ну, в моём случае, потому что я продавала ого-го Можно было ничего не продать и сидеть там на голом окладе Как складываются твои отношения с этой вселенной, как тебе кажется? У меня есть строчка Мы как будто с тобой репетировали, да, уже нашу программу Нет, конечно У меня есть строчка Я вообще за экспромт Да, да Если я верю в законы света и бумеранга Вот оно только так и работает Уже с высоты прожитых почти 35 лет Я настолько в этом убедилась, что вот что ты отправляешь в вселенную Да неважно, там, через какие-то свои там внутренние травмы, через боль Но если ты идёшь со знаком плюс То оно к тебе только так и возвращается Вот, кстати, немножко про травмы, да, потому что программа у меня практическая психология И у очень многих людей складывается впечатление, что есть, знаешь, такие счастливчики, они по жизни идут с высоко поднятой головой, да А есть люди, которые вот там всё время проживают какие-то не совсем приятные истории Расскажи, были ли в твоей жизни истории, когда ты понимала, что ты сама не вывозишь, сама не справляешься и что тебе приходилось, может быть, приходилось или обращаться за чьей-то помощью, да, к специалисту, не к специалисту, там, к подругам Есть ли история такая в твоей жизни? Вот не могу тебе ничего душеразбирательного рассказать К счастью, не было Я, наверное, ну, если вот прямо так вот делать градацию, супер счастливчики или супер несчастные, да, то я ближе к первым Ну, да, у меня замечательная семья, я выросла в огромной любви, там, бабушки, дедушки, родители А от семьи настолько же вот это вот всё зависит, как человек вот воспитывает Но меня так любили вот все и весь мир Потом вот эта вот школа, в которую я пришла, да, там, через слёзы, естественно Это же не хотелось менять школу, не хотелось идти в непонятное куда-то Но это была лучшая школа на свете С лучшим педагогом Ну, как здорово У меня две лучшие подружки, мы 24 года дружим Всё, вот с седьмого класса, не разлей вода И люди тоже, знаешь, говорят, везёт на людей Вот всю жизнь тоже не было так Ну, конечно, там были какие-то, ну, такая мелочь, мелочь разбитых сердцем Хорошо, давай вот про разбитые сердца немного поговорим, да То есть для... я как-то однажды участвовала, со стороны наблюдала Не была, надо сказать, участником Со стороны наблюдала, с точки зрения как психолог, да Как проходят онлайн-курсы для желающих, для будущих писателей И вот там прямо фраза такая была, что вот если вы хотите там хорошо писать То у вас должна быть незаживающая рана Да, вот как это относится к творческим людям Если вот, типа, у тебя есть рана, и ты, излечивая себя, можешь что-то там, например, творить Для тебя, ты говоришь, нет, вы знаете, я такая счастливая, да А стихи полны смыслов, да Есть, ну, то, что каждый в себе вот слушает твои стихи, да Или ты читаешь, и прямо, ну, узнаёшь себя И травм нету никаких, и болей, так кажется, да Как ты с этим совсем? Ну, вот ты сразу очень верно почувствовала вот эту вот мою исключительность Потому что действительно есть такое, ну, такая шутка, что ли, да Автор счастлив и не стихоспособен То есть, ну, у многих стихи действительно идут от боли От каких-то там вот личных травм, от бытовых там несовершенств мира И люди вот, ну, знаешь, стихотерапии Они пишут про это какую-то свою боль И стихи минорные Ну, вроде как, ну, и все утешаются А у меня по-другому Мне, если грустно, у меня ничего не пишется У меня наоборот Я в состоянии вот какого-то только счастья могу писать То есть, вот поэтому и стихи такие светлые Да, да, хотя обычно на концертах половина там Плачет Плачет, смеется, и все это вперемешку Ну, потому что вот эта гамма переживаний, да Она же у каждого будет своя Конечно И даже на счастье, да Отзывается, да У каждого свое У меня был случай в Ярославле Женщина подходит про стихотворение, да Подождала, мы с ней пообщались Она говорит, вы все так написали, вот как у меня И рассказывает свою семейную историю Ну, у меня вообще, допустим, с хитрени про корабли Мы предположим, я не буду, да, чтобы не было никаких параллелей Насколько это отзывается у человека по-своему Да, это как вот метафорические карты С помощью которого, ну, инструмента, который Психологи работают, да То есть, каждая эту картинку Трактует по-своему Да, именно свои какие-то там, да Увидят свои какие-то истории Замечательно, кстати Ты когда-нибудь пробовала По своим стихам гадать? Знаешь, когда книжку открываешь? Да, да, называешь там, да Сегодня была утром встреча в гуманитарной гимназии И общались там с ребятами Столько детей пришло Я у них спросила, вот доброволь они, да, добровольные А у тебя было впечатление, что всех согнали? Было очень много Я не первый день в этих историях Обычно там, ну, два класса А тут полный актовый зал Ну, там очень осознанные ребята Да, ну, они же гуманитарные Прямо с детства, да, конечно И мы там поиграли с ними, да, немножко Там они мне по... Я сама по своим не гадала, нет У меня, знаешь, как спрашивают часто А вот у вас стихи основаны на реальных событиях Или что-то там вымышленное У меня есть строчка, вкратце У меня, притворяясь успешно на людях взрослый У меня всегда на готове весла У меня есть читатель, он спрашивал Анна, а вот что, реально у вас дома весла на готове? Я говорю, нет, вот это вот метафора Метафора Да, ну, это вот такой вот Лирический герой готов к приключениям Ну, понятно, да А я всегда говорю, что да, многие стихи основаны на реальных событиях Все стихи основаны на реальных событиях Но некоторым из событий еще только предстоит сбыться И вот именно поэтому... А, кстати, бывает такое, что у тебя вот прямо стихотворение родилось Да, а потом оно как бы самореализовалось Конечно, это и бывает Это не первый я такой, знаешь, мистика Кто вот это... Думаешь, почему я пишу светлые стихи-то? Ха-ха! Я хочу, чтобы сбывалось, да, светлое А слово это, ну, сильнейший инструмент Который особенно там написанный на бумаге Не зря мы там под Новый год пишем, сжигаем Это магия чистой воды У меня, кстати, книга-то и называется «Бумагия», бумажная магия Сильнейший инструмент и психологический, и вербальный Поэтому забывается А вот стихотерапия Бывает ли так, что ты тоже сама себе С помощью своих собственных стихов помогаешь? У меня два раза такое было Да, это тоже Ну, закрывались какие-то отношения, да Ну, это был там определенный человек И, ну, все, отношения прекращаются Рождается Да, и, ну, вот есть такое Пользуясь в служебном положении, можно так сказать Да, я возьму и вот так вот Ну, кто... Я не психолог, да, но каждый по-разному может Да, там закрывать Конечно, абсолютно Гештальт Гештальт закрывает, да Кто-то там, не знаю, тарелку разобьет Кто-то морду пойдет кому-то разобьет Ну, образно Кто-то фотографии удалит из социальных сетей Да, 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 там все Ну, флешку телефона вот об стенку А я стихотворение вот раз И точка И точка, все И я очень не люблю, когда эти стихи просят на концертах прочитать Ну, их два как бы, да, немного Потому что там еще где-то, да? Нет, не поэтому Нет, нисколько Нисколько Все закрыто абсолютно Просто, ну, вот именно поэтому Все закрыто, упаковано Все, я туда больше не возвращаюсь Но иногда приходится То есть, получается, упаковала, да Но все-таки в мир отпустила А это только так теперь работает Недавно где-то прочитала Тоже у какого-то современного автора Что, ну, там, советы начинающему поэту Что вы должны принять Вот если вы пишете не в стол, а в мир Что после момента публикации Стихотворение вам больше не принадлежит Это уже не ваше Его могут высмеять Его могут полюбить Спеть Поставить спектакль А могут и сделать На него мем наложить И это пойдет гулять Со знаком таким вот Кстати, ты вот к своим вот этим детищам относишься Ты вот прямо с легкостью отпускаешь? Или бывает, что тебя прямо это задевает, бесит? Нет, я с легкостью Это всегда такая Ну, знаешь, такое Рождение маленького своего вот Ну, ребенка Действительно, по сути Я не так часто пишу Ну, два стихотворения в месяц Поэтому тут каждый такой осознанно И вот отпускаешь его в жизнь И все А потом встречаешься через два года с ним Думаешь, ого, какой ты стал Какой ты стал, да И как отзываешься, да? Сейчас, знаешь, такая волна пошла Когда мои стихи читают При поступлении в театральные институты Присылают видеозапись Там комиссии Ну, ты вот на это смотришь Да, там сидят Наши артисты А там восстановление Анна Сея, ничего Это лето звенело звездами Конечно, смотришь на своего ребенка Думаешь, вот ты где теперь Да Здорово Слушай, Аня А вот давай немножко поговорим Про Ты выросла Да После 30 могу про это сказать Ощущение, что в твоей жизни Появились дети Не только стихи Но и настоящие дети В паспорте у меня есть Есть, да Ну и так бегают, да? Да, да Один Один Да И что Как это вот Выросшая Аня В роли уже мамы Вообще Как тебе дается это материнство? Ну, по поводу выросшей Да, еще скажу Всегда все концерты И книжка эта тоже заканчивается строчкой Быть искренним и не взрослеть Не считаю себя ни разу инфантильной Я в быту приспособлена Не то, что там Марина Цветаева Которая не могла вообще жить в миру Полы мыть, рыбу чистить Я умею Все Да, если надо Но Вот внутри этот внутренний ребенок мой Который во всех моих лирических героях прослеживается Вот он есть Поэтому по поводу выросла Такой сложный вопрос И мы с Платохой, конечно, ровесники Ему скоро 8 Мне примерно столько же часто бывает И мы с ним настолько дурим и веселимся Меня называют на площадке супермамой В его классе меня просто обожают Ну, так получилось, что я просто у них урок провела Первоклассник пока еще Я была один из родителей Кто приходил к ним на уроки профессии Ну, я там Ребята зажигаем, рифмуем Рубашка Они там Нельзя такой И Вот я так Я действительно Классная мама Нам с ним здорово Интересно Да А чему учит он тебя? Он меня всему учит Он такой Он очень другой Он самостоятельный Знаешь, какое было первое открытие? Ему года два И он любит кислый морс Я не люблю кислый морс Ну, вообще не могу А он любит? Он пьет И для меня это, знаешь, такое было Как это так? У него что-то свое То есть это уже вот такой вот момент Когда я поняла, что у него что-то свое Бывает так, что он тоже хочет быть поэтом? Ну, рифмует, к сожалению Почему, к сожалению? Рифмует мальчик Ну, любит, да, спрашивать меня Вот Анна, а сын у вас там как? Да, я говорю К сожалению, мальчик рифмует Ну, слушай, я бы не хотела для мужчины И для любимого сына такую судьбу Много определений, да, кто такой поэт Там откроем словари разные-разные Я услышала одно определение И оно очень точное Поэт это тот, кому жить больно И сколько бы света я не закладывала в свои стихи И как бы я не относила к себе категории Счастлив вот просто Ну, потому что действительно я любима там и вселенной И, ну, везло всю жизнь Но мне больно, например Не так давно ушла из жизни Ирина Александровна Антонова Так Пушкинский музей Всю жизнь проработавшая там На 94-м году жизни ушла Ну, все, все обсудили событие, прошло Это один из эпизодов А мне потом больно, понимаешь, я не могу Я вообще не знала ее Тонкая душевная конституция Да, вот там 31 октября у нас все отмечают Хэллоуин А для меня это трагедия Над Синайским полуостровом, наш авиалайнер То есть я живу, я радуюсь Я 31, но я не могу Оно во мне вот сидит и все Я не хочу, чтобы Платошке было больно жить Нельзя жить все время Это не здоровый, да, человек, который всегда радуется Это что-то не в порядке От боли ты не уйдешь Но тем не менее, вот поэт это такой особый Такой вот, знаешь, миритель вот этой вот какой-то боли Понимаю Скажи, а вот когда ты для себя определила В чем твоя миссия? Вот твоя душа пришла вот в этот мир И что-то, кроме того, что вот Там, да, ты мама Платона Да, ты человек, который сама любит этот мир И он его любит Что ты из раза в раз созидаешь? Что это за миссия такая у тебя? Классный вопрос Был случай, секунду расскажу Курский вокзал, мамина подружка Нас с мамой провожают в Нижний Новгород Все, мы уже простились И она на прощание Мне лет 10 Они уже там взрослые, красивые, состоятельные женщины Она на дорогу мне говорит Анечка, я тебе желаю найти свое место в жизни Я 20 лет эту фразу себе несла Вот так западаю Найти свое место в жизни Это же, мне кажется, не каждый находит И я долго думала, где мое место, где мое место Здесь, там, я же жила в разных городах И все искала И физически свое место И вот абстрактно свое место И когда появились первые концерты Первые какие-то вот взаимодействия Со зрителем, с залом Я поняла, что вот оно, вот оно, мое место Вот когда ты видишь глаза этих, да, зрителей И когда читаю Это не обязательно, да, прямой контакт Это когда тебе приходят какие-то сообщения Реакция на твой стих Вот это все Знаешь, говорят люди, что помогает просто жить Был случай после концерта в Нижнем Новгороде Говорит, женщина, я работаю Лиза Алерт Этот вот поисковый отряд, мы ищем людей Это жадская работа Представляешь, сколько там трагедии в этом во всем Сколько силы нужно? Конечно, это же, ну это тяжело Она говорит, я сначала душ прихожу, а потом вот ваши стихи И все, и только так вот я, ну вот это вот место вот в этом Потрясающе Аня, когда мечтаешь о чем-то, да, то что загадываешь для себя и для тех людей, которые тебя окружают? У меня такое все простое, знаешь, вот самое простое, чтобы все были здоровы Ну вот никаких не надо супер там желаний Три года назад не стало дедушки Онкология Уходил светло и уже, знаешь, там в возрасте И так понимаю, что вот лишь бы вот были живы, здоровы вот наши Родные и близкие Остальное все настолько вторично Ты думаешь, я на поэзии много зарабатываю? Да, конечно, нет, Россия Поэзия никогда не была про деньги Это да В любом веке Золотой, серебряный, как нас там назовут Это про другое Но просто я пробовала, я пробовала уйти в фотографию Это гораздо финансово более интересное направление Но поэзия, она не отпустила Я все не буду прям вот, пошла зарабатывать Раз, а вы стали лауреатом первой степени в Петербург, приезжайте, пожалуйста И она снова, снова Поэтому лучше идти, как это, психосоматика, да? Когда против себя идешь Да, выявлять психосоматика Да, потом какие-то нарушения идут Ну зачем это лечить, потом дорога будет Плюс несчастливая жизнь За счастье, да? Да Чтобы прямо в каждом дне В каждой минуте Ну так тоже не получится, ты же знаешь Но стремиться к этому надо Если есть какое-то состояние, которое Вот ты хочешь оставить только себе Бывает, что не хочется делиться ни с кем? Бывает Что это за состояние чаще всего, да? И как ты потом себя оттуда обратно возвращаешь миру? Никогда никому про это не рассказывала Только самые близкие знают Просто не спрашивали, на самом деле Не то, чтобы я скрываю У меня с самых тоже вот ранних лет Это называется Альбукерки Я уезжаю в Альбукерки Я вот услышала это слово Это штат в США И мне так понравилось название И я его взяла И что это значит на практике? Ну на два, на три дня Я просто, знаешь, вот Внешне это какое-то каменное извояние Я вся ухожу в себя Я сижу на дне Я где-то внутри Абсолютно тихая И просто родные друзья знают Что всё, Аня в Альбукерке Она сама уехала Она сама вернётся Ничего делать не нужно Это нормально Там что-то где-то перегружается Какие-то вопросы решаются Потрясающе У меня это так, да Хороший образ Да, да И это настолько вот Разрешить себе, да? Да, побыть вот в этом Нельзя быть постоянно счастливым На людях Конечно, это, возможно, социальные сети Я транслирую Но что я буду писать Вы знаете, у меня всё плохо Я только что вот переболела вторым ковидом И так далее Ну нет, я стараюсь Я несу только светло И потому светил мой Смотрящий на пепел И напеленный взгляд Вопрос акцентов На чём ты акцентируешься А так, конечно, обычно Так же, как все, как все Как все, да Я по земле хожу, брожу Когда накрывает Ну так, нехило Бывают такие, да, ситуации Например, даже когда ты Какие-то события из мира Отражаются на твоём душевном состоянии Где берёшь ресурсы? Платон Платон Я на ручке Он меня жалеет Ты идёшь к нему на ручке Да, да, да Он уже знает Мам, надо пожалеть Я говорю, да Он настолько меня вдохновляет Идти дальше Смысл-то в этом Всегда в нём Поэзия Это любимейшее дело Работа любимейшая Но он, конечно, всегда на первом месте А так у меня один источник Русской деревни Летом Вот, знаешь, выйти босиком в поле Пойти по траве Заземляешься Я реально заземляюсь И мне надо солнечные дни Но вот в прямом смысле Я заряжаю свои солнечные баки И восполняюсь Я не могу без этого А когда вот общаешься С большим количеством людей Ты чувствуешь, что ты отдаёшь им Свою энергию И бывают ощущения Опустошённости Выжатости Не знаю Какие ещё могут быть Я поняла, да Про что ты У меня, наоборот, почему-то по-другому И, наверное Ну, я не рок-звезда, да Чтобы там прям вот выкладываться С гитарой до седьмого пота Нет На концерте, конечно, колоссальная энергозатрата Но это не затрата Это энергообмен идёт Взаимный То есть научилась вот, да Прямо регулировать вот эти процессы Я очень А мне кажется, у меня эмпатия высшего уровня Во время Вот я даже сегодня ещё не вошла в гимназию Но я уже чувствую Там вот такой вот заряд Меня там ждут И спроси меня, хочу я этого или нет Я бы ещё сто раз подумала Потому что, ну, бывает на концертах Кто Ну, пришёл потому что там Ну, жена заставила Ну, я образно говорю А я это слишком остро чувствую Поэтому Ну, к вопросу, да Про эмоции после концерта Я потом не могу сидеть дома Я потом не могу спать Мне надо ходить где-то Ну, обычно Адреналин Выходить надо Вот так вот Да, я такая счастливая Я там прыгаю, радуюсь То есть, наоборот, вот Меня прёт, если прямо вот сказать Так вот прямолинейно Отлично Аня, спасибо большое Очень такая живая у нас сегодня С тобой получилась программа Спасибо, что поделилась своими ресурсами Рассказала о своей жизни Теперь мы чуть больше знаем о тебе Желаем, конечно, чтобы прямо стихи твои рождались Рождались не в муках А в радости, в свете И чтобы они радовали нас Спасибо, Натя Спасибо тебе за классные вопросы Без них так бы всё живо интересно не получилось Это была программа Практическая психология Сегодня со мной делилась Вообще, своей жизнью Рассказывала о том Как это, жить в радости Анна Сеничева Поэт, счастливая женщина Мои любимая и любящая мама Кстати, Аня из Нижнего Новгорода Приезжайте к нам чаще в гости Спасибо Всего доброго Любви, счастья и добра Практическая психология Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok